Метушель родил Ламеха. Ламех – это человек горделивый, человек, который что-то из себя пытается строить, человек, который пытается выглядеть больше, чем он сам есть. С одной стороны. С другой стороны, Ламех – это и трудяга, кулак, человек, который пытается постоянно достигнуть большего, чем он умеет, и все время подбадривается, говорит, ты можешь. То есть это внутренняя мотивация, она может быть напыщенная, надутая, она может быть и чисто такой внутренней. Комментаторы говорят, это была, в общем-то, восточная распространенная традиция, что планировалось, что одна жена рожает и по хозяйству, а вторая жена, она для любовных утецов. В эти лет Ада – это Яваль, и Ада родила Яваля. Уэя, Ави, Ишев, Ойру, Микле. И он был отцом всех тех, кто сидит в шатре и занимается скотоводством. Обратим внимание, что в именах появляются вот эти вот частички, связанные с именем Авеля. Яваль. Бетламин в конце. И снова появляется скотоводство. То есть Авель возникает, как бы вплетается в родовую жизнь Каина. Вешем Ахим Юваль. А имя брата его Юваль, тоже связано Яваль и Юваль. Явель, очень похожие имена. Уэя, Ави, Коль, Тофэски, Нор, Ваугав. И он был отцом всех людей искусства. Что здесь происходит? Сначала Каин строит город. Каин строит город. И это начало городской жизни. Начало создания цивилизации чисто человеческой. Может быть, отходящей от природы. И от скотоводства, и от земледелия. Город – это город. Там не калхозники живут. Но все-таки происходит возвращение и к скотоводству, и к Эвелю как таковому. Он вот здесь вот притается снова в пятой главе. Мы это более хорошо увидим. И здесь и животноводство. Вот это, так сказать, на уровне промышленном. На уровне мясокомбинатов. И музыкальные инструменты. Можно спросить. Мы же знаем, что все потомки Каина погибнут во время потопа. Как он мог быть чем-то отцом, чем-то прародителем? Ну, может быть, духовно. То есть, дух этого учения сходил о людей. Мы читаем книги царств. Когда Маше строил храм, был сын вдовы Медник. Он сын вдовы. То есть, папа его умер. И вот папа, он получил, принял духа, который научил ему всего тому, что умел отец. Но есть еще одно объяснение. Мы его коснемся, когда будем касаться пятой главы. О том, как получилось, что потомки Каина в какой-то степени с нами. Мы говорили, что, может быть, так получилось, что Циля-то изначально планировала, чтобы она была не для родов. Но так случилось, что она родила. А кого она родила? Туваль Каин. Снова имя Туваль Каин. Юваль Явель. Снова обыгрывается тот же самый Авель. И Туваль Каин. Он, отец всякой обработки меди и железа. Вы охот Туваль Каин наама. А сестра Туваль Каина наама. Это последнее поколение в роду Каина. Можно сказать, наама примерно ровесница Ноаха. Почему это важно? Если мы будем говорить дальше, это уже, в общем-то, видно тем, кто читал, знает, что имена очень похожи у сыновей Каина и у сыновей Шета. И вот Ноах и Наама, Ноах удобный, Наама приятная, в общем-то, почти одно и то же слово. Поэтому традиция говорит, и некоторые торгумы древние, переводы древние говорят, что Наама, потомок Каина, сестра Туваль Каина, стала женой Ноаха. И таким образом, потомки Каина сохранились и после потопа. Можно относиться к этому, как просто традиция, но, скажем, традиция такая существует. В Ломаре Лемех. Лемех вдруг неожиданно решает что-то важное сказать. В Ломаре Лемех леношав. И сказал Лемех женам своим. Может быть так, что Лемех любил получать своих жен такими словами. А может быть, он это просто говорил, тут есть много разных толкований. В Лемех леношав ада выцели. И сказал женщинам, своим женам, ади выцели. Чьму кули нашей Лемех? Слушайте голоса моего жены Лемеха. Очень помпезная фраза. Азина амрати. И слушайте, вникайте, внемлите речением моим. Ки иш аракти лепецы в елит лехабурати. Если меня ранят, я убью человека. Если меня травмируют, я убью мальчика. Так это можно понять. То есть, меня не тронь, со мной шутки плохи. Ки шиватаймию кам Каин в Лемех шивинвишева. Если за Каина Бог всемиро, то за меня, я сам за себя постою 70 раз всемиро. Это простое прочтение. Есть мидраж. Мидраж говорит о том, что Лемех был слепой. Его внук сводил его на охоту. И он случайно убил Каина. Убил Каина. Раскаялся в этом. И вот есть такая традиция. Она, в общем-то, находится внутри иудаизма. Полностью иудейской традиции. Но есть какие-то мидражи, какие-то мнения, которые стали маргинальными, крайними. Их никто не воспринимает всерьез. Традиция, которая говорит с этого момента, Лемех в наказание за убийство Каина стал ангелом смерти. И так вот первый человек стал ангелом, так появился ангелом смерти. И много всего такого. Но, скорее всего, здесь Лемех осознает свое величие, свою мощь. И говорит, у меня здесь уже империя. Мы тут потомки Каина. Живем в страхе. Долго ли нам бояться? Долго ли нам ныкаться от всех врагов? Я, Ламех, за себя постою. Ламех. Продолжение следует...